Ола, амигос, на связи Матвей, кстати, оцените моё новое рабочее место, да, я переехал. Но не суть, сегодня в этом видео я расскажу вам про топ-5 самых лучших игровых телефонов на 2021-2022 год. Данный рейтинг составлял лично я, опираясь на примерно 15 прочитанных статей по этой теме. Опять же, мы будем рассматривать телефоны от самого худшего до самого лучшего на этот момент. Ну и основные критерии, по которым мы будем оценивать наши телефоны, это, конечно же, производительность, куда без этого, экран, аккумулятор, ну и косвенно цена. Но хочу предупредить, что в этом ролике мы не будем рассматривать дешёвые варианты. Ну а такие критерии, как камера, мы оценивать не будем, потому что здесь нас интересует исключительно производительность в играх. Ну а перед тем, как мы начнём, хочу обратиться лично к тебе, мой дорогой зритель. Если ты впервые на моём канале и ты так же, как и я, фанат мобильных технологий, то обязательно оформляй подписку. Здесь ты найдёшь обзоры на мобильные игры, телефоны, новости, в общем, всё, как ты любишь. Ну а также, как вы просили, вот первый и рандомный комментарий из последнего видео на канале. Кстати, чем больше комментариев ты оставишь под этим видео, тем выше твой шанс попасть в следующий ролик, поэтому спам разрешён. Надеюсь, вы меня поняли, поэтому давайте, наконец-таки, начнём. ТОП-5 игровых телефонов на 2021-2022 год. Уверен, такого ты ещё точно нигде не слышал. Ну и сегодняшний рейтинг открывает телефон, который поднимает шум каждый год, который обсуждает все, кому не лень, и, наверное, вы уже догадались, но это iPhone 13 Pro. Вообще, телефон очень крутой, с самым лучшим процессором на рынке, а именно Apple A15 Bionic, ну, в принципе, в этом плане Apple были всегда на шаг впереди своих конкурентов. Великолепный 120-герцовый экран, кстати, по мнению критиков, один из лучших телефонов экрана, которым 120 Гц, и я с этим полностью соглашусь, потому что дисплей реально очень приятен в использовании. Это в буквальном смысле iPad Pro просто в маленьком формате. Ну и напоследок могу отметить достаточно неплохой аккумулятор. То есть, нет, по сравнению с другими телефонами, аккумулятор там так себе, но благодаря хорошей оптимизации системы и приложений, его вам хватит надолго. Например, в тот же самый Genshin, который является одной из самых энергозатратных игр для телефонов, на стандартных настройках графики и FPS на iPhone 13 Pro вы спокойно сможете играть около 6 часов без перерыва. Ну а в другие игры, по типу PUBG или колды, вы вообще можете спокойно играть в 120 FPS. В общем, телефон реально имба. Но вопреки этому, ребят, не стоит забывать, что как-никак это iOS, это обрезанная система, далеко не во все игры можно поиграть на девайсах от Apple. Заявляю, как отец Fortnite Mobile во всем СНГ, в тот же самый Fortnite поиграть на iPhone вы ближайшие 5 лет не сможете. А игра, кстати, очень крутая, особенно для телефонов. Ну и, конечно же, главный минус это цена. Цены на iPhone 13 Pro начинаются только от 100 тысяч рублей. В принципе, телефон стоит этих денег, но большую часть из этих денег вы платите именно за способности в камере, видеосъемке и так далее. А здесь мы рассматриваем телефоны исключительно в плане гейминга. И камеры нам просто ни к чему. Поэтому iPhone 13 Pro занимает только пока что пятое место. Четвертое место в нашем рейтинге заслуженно занимает флагманская модель от компании Samsung, а именно Galaxy S21. Этот телефон максимально сбалансирован между комфортным использованием и профессиональным мобильным геймингом. Здесь вы можете как и поснимать крутые и качественные видео благодаря его замечательной камере, так и спокойно поиграть, например, в PUBG Mobile или даже в Fortnite в целых 90 FPS. Конечно, передняя панель этого телефона выполнена максимально отвратительно. Давайте этого никто отрицать не будет. Но вот зато главная часть этого телефона, а именно дисплей, здесь стоит просто шикарный. Максимально маленькие рамки и максимально маленький вырез под фронтальную камеру. Во время игры вас уж точно ничего отвлекать не будет. В производительности этого телефона можете даже не сомневаться, он потянет абсолютно любую мобильную игру на раз и два, но лишь с одним минусом. И это то, что он очень жестко греется. Да, буквально за 20 минут геймплея в тот же самый Fortnite этот телефон превращается в какой-то огненный кирпич, который просто невозможно держать в руках. Но если это вас не пугает, то выбор максимально хороший. В любом случае цены на Galaxy S21 в России начинаются с 70 тысяч рублей, и это в буквальном смысле как iPhone 13 Pro, только дешевле. Да и в придачу это еще и Android. И кстати, когда-то давно на свой канал я уже снимал видео, в котором играю в Fortnite на Galaxy S21. Поэтому кто из вас хочет убедиться в производительности этого телефона, бегом смотреть это видео по подсказочке вот здесь. В середину нашего топа я решил поставить совсем новый телефон, который вышел недавно, а именно OnePlus 9 Pro. В принципе и его предшественник, а именно OnePlus 8 тоже был очень крутым телефоном, но здесь мы рассматриваем лучшие из лучших, поэтому будем брать флагманы. Если не брать в счет Apple A15 Bionic, то у этого телефона самый лучший процессор на рынке, а именно Snapdragon 888, да еще в придачу целых 8 гигабайт оперативной памяти. И это только в дешевой версии телефона, в версии подороже оперативной памяти целых 12 гигабайт. Ну и конечно же по стандарту телефонов из этого видео, у OnePlus 9 Pro экран 120 герц. Но все же, вопреки тому, что у этого телефона большой аккумулятор в целых 4500 микроампер в час, если вы будете его использовать на частоте 120 герц, то разрядится он быстрее, чем телефоны конкурентов. Именно поэтому, кстати, пользователи OnePlus 9 Pro крайне рекомендуют использовать этот телефон только на частоте 90 герц. У этого телефона достаточно хорошая оптимизация системы приложений, да и в придачу неплохая система охлаждения, что по итогу нам дает стабильное положение во время игр. Чтобы вы понимали всю картину происходящего, то одни из самых ведущих киберспортивных команд по PUBG Mobile используют именно телефоны от OnePlus. В любом случае, выбор остается за вами, но как по мне, это красивый телефон, лучше всех своих конкурентов на базе Android, да и находится он в том же ценовом сегменте. А именно, самая дешевая версия вам обойдется в 60 тысяч рублей. Ну и теперь, если все предыдущие смартфоны были просто флагманами каких-то компаний, которые сами по себе должны быть мощными, то следующие два телефона предназначены конкретно для мобильного гейминга. Ну и золото в нашем рейтинге занимает малоизвестный телефон от практически мертвой компании, а именно ZTE Nubia Red Magic 5G. Вообще, если бы такой телефон выпускали те же самые Samsung или OnePlus, то этот телефон стоил бы около 70 тысяч, но так как это ZTE и завышать цены им некуда, потому что их телефоны и так никто не покупает, поэтому этот телефон стоит всего лишь 52 тысячи. Ну а так, этот девайс сделан по стандартам мобильного гейминга, а именно Qualcomm Snapdragon 865, 8 гигабайт оперативной памяти, экран 144 Гц, ну и много чего другого интересного. Ну и конечно же, этот телефон предназначается специально для мобильного гейминга, поэтому он сделан в соответствующем дизайне. Ну а еще, этот девайс абсолютно при любых обстоятельствах, не важно какая у вас там катка в PUBG Mobile или Calde, он будет оставаться всегда холодным. Потому что здесь стоит инновационная система охлаждения, которая не позволяет этому телефону нагреваться выше 30 градусов по Цельсию. По крайней мере, так официально заявляют разработчики, как это работает на самом деле, я не знаю. Зато, по заявлениям пользователей, здесь стоит экран реально 144 Гц, по крайней мере, всегда во время работы он будет показывать не менее 120. Конечно же, это можно все будет пофиксить в настройках по вашему желанию. В любом случае, не делайте поспешных выводов перед тем, как вы еще не посмотрели, какой же телефон у нас стоит на первом месте. Ну и золото в сегодняшнем рейтинге занимает телефон, который вы, скорее всего, ожидали услышать. Этот телефон долгое время является самым лучшим телефоном для мобильного гейминга. Его признают все крупные киберспортсмены в PUBG Mobile, Call of Duty и других мобильных играх. К вашему вниманию, Asus ROG Phone 5. Вообще, в основном, компания Asus занимается производством компьютеров, и они очень плохи в мобильном сегменте. Но выпустив легендарный телефон под названием ROG Phone 5, они доказали, что они заняли свою нишу, и эта ниша – мобильный гейминг. Думаю, еще что-то рассказывать про этот телефон вам нет смысла, потому что вы и так все прекрасно знаете. Но если объяснять вкратце, то все по лучшим стандартам мобильного гейминга, а именно лучший процессор Qualcomm Snapdragon 888, целых 8 гигабайт оперативной памяти и экран 120 Гц. Великолепная система охлаждения, и при любых обстоятельствах этот телефон не нагреется выше температуры вашей комнаты. Более того, масло в огонь подливает его великолепный геймерский дизайн. Он прям всем видом кричит тебе о том, что он является самым лучшим геймерским телефоном. Ну и под конец хочу добавить, так как этот телефон предназначен для настоящих профессионалов, то его вы можете приобрести абсолютно в разной комплектации, начиная с 45, заканчивая на 90 тысяч рублей. В общем, если я начну перечислять все преимущества этого геймерского телефона, то видео затянется на полчаса. Поэтому, если захотите, то в будущем как-нибудь сделаю на него отдельный обзор. Ну а так, в принципе, у меня для вас пока что на сегодня это все. Все. Огромное спасибо за просмотр и если это видео было тебе полезно, то обязательно поставь лайк для его продвижения. Ну а также хочу сказать, что если под этим роликом соберется более 500 лайков, то я выпущу видео, в котором сделаю топ-5 самых лучших телефонов для мобильного гейминга дешевле 30 тысяч рублей. Ну а так, обязательно в комментариях пишите, что вы думаете насчет моего рейтинга, какой телефон вам понравился больше всего и какой телефон я забыл упомянуть. Было бы интересно об этом узнать. Ну а также, если именно ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши слово Кибермобайл. Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца, ну и конечно же все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну и по традиции, с вами как всегда был Матвей. Hasta luego.